Последние события в Казани показали, как много в учебном заведении зависит от скоординированной работы охранных предприятий, если речь идет о безопасности детей. На этой неделе во всех школах городского округа прозвенит последний звонок. Организационные мероприятия, направленные на усиление мер безопасности во время школьных праздников, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы при антитеррористической комиссии городского округа Щелково. В связи с последними событиями, произошедшие в Казани, мы должны вдвойне подойти с пристальным вниманием, под призмой рассмотреть вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью данных объектов. Провести инструктажи с сотрудниками ЧОП. Надо усилить как можно больше сотрудников при проведении данных мероприятий. Особое внимание рабочая группа обратила на пять школ первой категории безопасности. К ним относятся учреждения с численностью учащихся более 1100 человек. В таких заведениях будут применены исчерпывающие меры безопасности, проход в школу через рамки металлоискателей, не исключен досмотр личных вещей и другие антитеррористические мероприятия. И к такому режиму детям и родителям следует относиться с пониманием – безопасность превыше всего. Накануне все школы, как и предписано инструкциями, будут обследованы на наличие взрывчатых веществ. Будет обследование кинологам с собакой. Также попрошу не устраняться вашим сотрудникам ЧОП, принять участие, а посмотреть и опечатать те помещения, которые не будут задействованы при проведении. Рабочая группа дала поручение администрациям школ отработать действия при поступлении сообщений об угрозе теракта, а также предпринять исчерпывающие меры, обеспечивающие противопожарную безопасность. Заблаговременно сотрудникам ЧОП будет задействован на каждом объекте, который приедет и проведет противопожарные инструктажи, как с личным составом образовательных учреждений, так и с сотрудниками ЧОПа. Виктор Сёмин рекомендовал директорам школ во время праздников обратить внимание на организацию контрольно-пропускного режима, а также не забывать про действующий масочный режим. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.